Друзья, с нами Михаил и Юлия, это работники Мурманского архитического государственного университета, правильно? Правильно. Да, создателей, организаторов, инициаторов проекта «Арктический уикенд». Что за проект? Расскажите, ребята, что произошло? Произошло то, что с увеличением количества иностранных студентов в нашем университете стали выявляться некоторые трудности, с которыми иностранные студенты сталкиваются во время обучения в университете, проживания в Мурманске. Эти трудности связаны с приспособлением к климату, погодным условиям, полярной ночи, полярному дню, продуктам питания, которые абсолютно новые для них. И такого рода проекты, как «Арктический уикенд» — это отличный компонент общей системы адаптации, как психологической, так и социально-культурной адаптации студентов к жизни и к учебе в Мурманске. То есть давайте, смотрите, если так очень емко и гордко, Михаил, то есть это что такое «Арктический уикенд»? Это вы собрали студентов, погрузили в автобус и куда-то повезли, правильно? Ну это прям совсем емко. Ага, андо, типа, шине, хорошо. Мы решили для ребят организовать адаптационные мероприятия, познакомить их с Арктикой и воочию, чтобы они увидели действительно такие арктические пейзажи, потому что в городе, наверное, сложно найти, да, как-то такие масштабные изменения. Пока едешь, да? Ну да, 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 то есть и тундру, и там другие ландшафтные пейзажные вещи, и в том числе познакомить с арктической кухней. То есть по большому счету это было, ну, что-то наподобие выездной лекции об истории Кольского полуострова, об Арктике в целом, о роли Арктики, и в России, и в мире, и вот с гастрономическими таким компонентами. Так, Юля, а какие студенты из каких стран принимали участие в проекте? Потому что вы говорите, у нас стало много иностранных студентов, то есть в Мурманском арктическом государственном университете много иностранных студентов. Больше, чем в предыдущие годы. И какие-то страны? Это страны СНГ, Индия, Египет, Палестина. И помимо наших студентов, в этом проекте участвовал также студент из МГТУ, студент из Зимбабве. А, ничего себе, еще из Зимбабве, да? Кто из них мерз больше всех? Михаил, наверное, лучше ответит на этот вопрос. Я задавал ребятам вопрос, вообще, в принципе, холодно. Я не знаю, может быть, это они пытались обвести политест. Все говорили, все нормально, все тепло, нормально. Ну, в принципе, получилось так, что погода была не очень такая комфортная. То есть шел дождь и было достаточно прохладно, но в целом было всем нормально. Особенно, когда мы начали наш хайкинг вот этот вот по скалам до водопада в Териберке, то, в принципе, тут уже все разогрелись и все было нормально. Так, получается, вы вот придумали этот проект, вам не хватало, наверное, финансирования, да? Куда вы обратились и кто вас поддержал? Мы обратились в проектный офис развития Арктики, написали заявку и получили финансирование. То есть, благодаря этому удалось студентов увезти? Да, да. А это вообще единичный проект или вы планируете его продолжать дальше? И какие территории и места вы хотели бы посетить со студентами? Может быть, они давали обратную связь? Мы планируем, что такого рода проекты станут ежегодными, потому что очень важно, когда студенты приезжают в новую страну, в новый город, в новый университет, помочь им адаптироваться к тем условиям, с которыми они сталкиваются. Поэтому мы хотели бы ежегодно во время ориентационной недели, вот в начале сентября, реализовывать подобные проекты, возможно, показать Кировск, Лапланский заповедник, ну, другие уникальные места нашей области. Михаил, в этот раз сколько человек удалось вывезти в Тереверку? Около 15. А вернуть? Тоже около 15? Тоже. Примерно. А как они вообще общались между собой? Кто их сопровождал со стороны, вот именно, ну, российского студенческого, ну, там, Мурманской области студентов, кто это был, кто эти люди были? У нас было парочку студентов с кафедры иностранных языков. Дело в том, что у нас есть студенты и англоговорящие, иностранцы, и иностранцы, но не англоговорящие. Экскурсия, сама лекция была на английском языке, и вот эти вот студенты с кафедры иностранных языков помогали студентам, которые по-английски не говорят, им переводили на русский. То есть, в принципе, взаимодействие шло достаточно, ну... Да, 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 да. Но у нас было такое достаточно большое предстоятельство Индии, да, вот ребята с Индии как-то, ну, более вместе держались, а все остальные ребята вот в такой большой группке вместе все взаимодействовали, и все общались на английском, и иногда было забавно, когда ребята не понимали, там, английский или еще какой-то у нас. Ребята есть из Египта, из Палестины, и получалось, что кто-то говорит на английский, переводит на русский, а потом еще с русского переводит на арабский. Ничего себе. Слушайте, а вы, ну, отметили какое-то улучшение в отношениях, там, может быть, они стали дружнее, общаться друг с другом стали после этой поездки? Ну, после этой поездки мы увидели, что в ВКонтакте они друг у друга добавились в друзья. А, уже, как минимум, да, и они с МГТУшным паром тоже. Да, подружились. Слушайте, отлично, ну, здорово, надеюсь, что это не единичный вариант поездки, у вас будут еще какие-то варианты, может быть, вы еще и зимой распланируете, и весной, и летом, и это будет такая регулярная какая-то история. Мы очень на это надеемся, и тут важно отметить, что некоторые из этих ребят останутся после обучения в Мурманске, в России, а кто-то вернется к себе домой, и у себя на родине, они как раз и станут амбассадорами Арктики. То есть они будут популяризировать наш русский север, и наше гостеприимство, и тепло, с которыми мы встречаем. Да, потому что рекомендовать легче туда, где ты был, и, в общем-то, свозить тех, кого знаешь, всегда лучше туда, где ты когда-либо бывал. Конечно, и вот от нашей работы и от таких проектов зависит тот образ, который будет сформирован у наших иностранных студентов, у их родственников, друзей, соседей многочисленных. Именно от этой работы зависит то, что они будут думать о России, о российской Арктике, о севере, о Мурманске. Ясно. Вам спасибо, удачи и новых каких-то свершений. Спасибо. Спасибо. Спасибо.